здравствуйте друзья продолжаем наш реабилитационный марафон о верхней конечности по кисти и по пальцам сегодня мы поговорим об упражнениях с предметами а точнее разберем логику процесса занятий с предметами при порезе кисти и пальцев разберем и плегию и как всегда порез со спастическим компонент давайте приступать и как всегда мы так уж повелось у нас что мы начинаем с плеги мы начинаем спляги рука у нас уже подготовлена упражнения уже какие-то сделаны но все равно ручку у нас вот такая ну давайте на этой руке буду показывать ручка у нас вот такая то есть никаких вариантов у нас схватить нет значит ну понятно что стакан мячик бутылка все что угодно можно использовать в виде массажера то есть мы можем покатать покатать на всю длину конечности даже если плечо не работает то есть мы можем это делать за счет здоровой руки и самое главное теперь смотрите мы переходим к тому что нам надо научиться на эти некоторые говорят что надо научиться брать я скажу чуть по-другому нам надо научиться держать именно держать какой-то предмет пробовать сжимать пальцы да вот накладывать вот так вот когда многие пытаются приподнимать все это выпадает это злит это раздражает отчаяние уже не хочется ничего делать частая картина поэтому давайте мы пойдем немного другим путем немного обманем наш организм то есть возьмем либо нашу уже привычную варюшку при помощи которой мы хватаем предметы можно использовать на самом деле бинт не принципиально сейчас покажу и тот и другой вариант то есть фиксируем предмет специально буду говорить предмет не обязательно привязываться к стакану фиксируем предмет в руке при помощи варежки то есть он не выпадает и вот из этого положения из этого положения мы учимся давить сдавливать этот стакан именно сдавливать то есть пытаемся его раздавить понимаете пытаемся его раздавить очень неплохо в этом плане использовать не стекло а взять бумажный одноразовый стаканчик он достаточно мягкий и он будет как некий маяк показывать вам получается у вас его сдавить именно или не получается если на каком-то жестком предмете мы можем только во первых почувствовать что мы давим во вторых можно увидеть по тому как белеют кончики пальцев вот внутри стакана внутри стакана мы смотрим через стекло и смотрим если мы сжимаем соответственно у нас кровь из подушечек пальцев под выдавливается и они белеют то есть вот это некий ориентир получается у вас это движение или же не получается опять же можно прям сквозь стеклянный стакан посмотреть какие пальцы у вас работают какие пальцы поддавливают этот стакан даже если вы не видите вот этого визуального результата ничего страшного надо пробовать надо пытаться надо делать и так же на количество повторений то есть мы начинаем сначала давайте на бинтик перейдем с перчаткой все понятно но перчатка не у всех есть а вот бинтик как я уже показывал в предыдущих видео делаем соответственно пару туров на предплечье нам много сильно бинтовать не нужно вложили стакан предмет мы договорились предмет в руку буквально пару витков чтобы он не выскальзывал положили включая большой палец все сильно еще раз повторюсь притягивать не надо сильно притягивать не надо потому что у вас побелеют пальцы из-за давления бинта все взяли взяли стаканчик предметик любой желательно стеклянный либо бумажный одноразовый стакан и здесь работаем в следующем режиме то есть сначала 10 15 а то и 20 коротких повторений вжимания то есть выглядит это примерно вот так раз два три 4 то есть то же самое на стакане до пробуем сжать раз два три ну и так далее соответственно потом делаем небольшой перерыв небольшой перерыв можно предмет повращать внутри вот лака то сделать такой своеобразный массаж приток крови почувствовать всколыхнуть немного подкожные рецепторы почувствовать вообще ощущение на руке и после этого мы делаем длительные сжимания с более короткой паузы то есть жмем 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 то есть происходит вот это сжимаем 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 например на 10 счетов и потом руку расслабили опять сжимаем 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 и расслабили и вот так чередуем вот этот вот эти два режима упражнений основная задача почувствовать сам этот стакан завести подкожные рецепторы увидеть либо побеление пальчиков подушечек либо если это бумажный стакан увидеть что он сжимается увидеть что он сжимается многие ну наверно напишут мне в комментариях и так рука типа ничего не чувствует а вы еще говорите сжимаем и расслабляем друзья мои надо четко понимать что вы хотите чтобы у вас рука работала а рабочая рука она и напрягается и расслабляется то есть вот эти качели напряжение расслабление их надо сразу в виде какого-то двигательного навыка пытаться протолкнуть в голове сложно одной рукой работать берите два предмета пораженную руку и в здоровую руку и работайте симметрично но но не всем это подходит некоторых очень сильно отвлекает ощущение на здоровой руке и они не могут сконцентрироваться на пораженной конечности поэтому кому как удобно здесь индивидуальные особенности их никто не отменял и так когда уже вот допустим что вы увидели что вы стаканчик сжимаете бумажный стаканчик или увидели что пальчики побелели то есть вы надавили на стакан вот здесь уже можно переходить к тому с чего начинают все к попыткам сжать сконцентрироваться и попробовать приподнять друзья мои имейте ввиду очень часто и распространенная ошибка вот таким образом кладут пытаются поднять и начинает подвесом провисать кисть вниз то есть мы уже в предыдущих видео говорили особенно при спать когда мы сгибаем кисть вперед пальцы ну или вниз пальцы сами с собой разжимаются поэтому чтобы скажем так в чистом виде оценить движение пальцев лучезапясный сустав желательно зафиксировать желательно зафиксировать то есть когда мы работаем с лучезапясным сустав вот эти движения отрабатываем то соответственно он нам нужен свободным когда мы работаем с пальцами нам нужна прямая рука в лучезапясном суставе куча всевозможных ортезов продается на лучезапясный сустав с усиливающей шиной со свободными пальцами то есть фиксации можно добиться нет возможности приобрести ортез или найти его где-то купить в интернете в интернет магазинах на всем известных сайтах там наших друзей далеких вот берете простую линейку обычную линейку или дощечку все прибинтовали вот вот здесь вот так все он уже не упадет главное чтоб он не опустился вниз и вот из этого положения уже можно до пробовать пробовать приподнимать из-за этого из-за этого из любого на самом деле можно уже пробовать выполнять это движение если без нее начали поднимать все пальцы дополнительно за счет сгибания в лучезапясном суставе ослабли и стаканчик или любой предметик выпал то есть вот что касается плеги как мы работаем с плеги что касается спастики здесь обратная ситуация прямо вот диаметрально противоположны здесь мы можем вот спазмированную руку запихать стакан и сжать его прям страшные силы многие пытаются до выдирать из руки вот прижмут стакан что все что угодно и пытаются всем телом содрать руку с него друзья ну сами себя обманываем понимаете сами себя обман нам же нужно как мы хотим в итоге взять поставить и отпустить поэтому здесь также мы идем по тому же логическому принципу мы затолкали стакан все селе селе и пытаемся его отпустить не сразу это получится поэтому это сложное движение изначально при сильной спастики надо начать вот с более простого движения мы пытаемся руку на и на этом предмете расслабить то есть вы вцепились смотрим через стекло у нас пальцы белые пробуйте вот сосредоточиться или наоборот отвлечься и расслабить руку очень хорошо при спастики помогает вот именно момент отвлечения переключения некоторые знать как вцепиться и вот гипнотизируют прям вот прям предмет руку гипнотизируют спастику увеличивается увеличится увеличить не взяли вцепились все поставили себе задачу надо расслабить руку отвернулись в телевизор все разглянули ага крошка приз припустил к пальцам запоминаем это ощущение как она расслабилась до опять схватились смотрим пытаемся повторить это ощущение не получать опять отвлеклись посмотрели куда-то сторону раз рука поползла рука расслабилась вот дальше когда уже будет вот это расслабление контролируемым когда будет расслабление контролируем вот здесь можно уже пробовать задавать более активные движения как мы в прошлом видео говорили импульс от головы к руке идет медленно за счет поражение головного мозга поэтому мы должны ну как сказать образом сказать очень сильно размахнуться для того чтобы его толкнуть чтобы он продрался буквально по нашим нервным окончанием и до дошел импульс сюда поэтому мы сосредоточились опять же пару раз рукой быстро выстрелили здоровой рукой все сосредоточились на пораженной конечности и попытались также быстро и резко как от горячего надо себе какую-то ассоциацию создать попробовали отпустить стакан пусть дернутся пальцы хотя бы все тут же мы фиксируем это ощущение пусть не с первого раза но вот всегда надо анализировать сам процесс и возвращаться такой своей чувствительной сферы вот к тому что предшествовало вот этому движению что запустила это движение понимаете поэтому поставили и пробуем если рука куда-то уходит все зафиксируйте ее вцепитесь в нее поднадавите на разгибатели вот здесь вот здесь по полазите пальцами посмотрите вот ведь у меня подпрыгивают пальцы поищите понажимайте все мышцы антагонисты должны сработать хотя бы вот механическим таким путем все понажимали зафиксировали плечо можно прижать прям руку и попытались быстро отпустить не идет с этого положения положили стака попытались отсюда отпустить сюда положили здесь попытались отпустить понимаете вот такие моменты надо пробовать коснусь немного колюш в руке у меня чудо тренажер коснусь большого пальца при спастике отработка противопоставления большого пальца с предметом достаточно удобно как правило у нас вот что получается да вот это а нам нужен вот этот человеческий не обезьянь поэтому насадили руку на стакан и пробуем сначала пассивно перевести палец на стенку стакана со дна стакана на стенку обратно так и и обратно и потом пробуем уже когда более-менее получается пробуем скользить скользить скале об и вот сюда мы запрыгнули вот таким образом еще раз палец верху на дне стакана и пробуем пробуем скользить вот сюда не получается делаем активно пассивно себе помогаем и все меньше и меньше помогаем сюда активно пассивно обратно полностью пассивно можно даже растянуть положили опять поехали чуть-чуть помогаем себе хлоп и обратно растянули и положили вот таким образом именно таким образом еще раз повторюсь может быть любой предмет бутылка с водой какой-то цилиндр мячик все что вам приходит в голову но наш российский граненый стакан очень хороший даже во первых он ребристый то есть это чуть-чуть раздражает ваши подкожные рецепторы вы можете его использовать как тренажер как массажер покатать по руке также можно использовать шипастый мячик без проблем то есть раскатать при спастики надо раскатать руку раскатать растянуть то есть работаем вниз 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 если вверх мы работаем активно то у нас пальцы собираются если вниз то они начинают разжиматься и ладошку мы тоже прокатываем поставили дном покрутили но не у всех пальцы настолько сильные чтобы промять свою руку но пожалуйста без травм не усердствуйте особенно если нет чувствительности в руке смотрите глазами насколько вы травмируете мягкие ткани и сейчас немного вот о основных ошибках ну наверное от переизбытка информации который сейчас есть плане реабилитации очень часто я сталкиваюсь ситуациями когда мне очень настойчиво говорят что мы хотим восстановить мелкую моторику мы хотим восстановить мелкую моторику ребят мелкая моторика это бусинки это письмо это что-то ну мелкая вот так скажем ну а какой сейчас мелкой моторики может идти речь если рука либо вот такая либо вот такая сначала давайте восстановим так среднюю Логично восстанавливать сначала крупные движения, плечо, локоть. Допустим, запустили и плечо, и локоть. Разные заболевания бывают, которые приводят к парезу или к плегии. Одно дело, там центральные заболевания, тот же инсульт, или какие-то нейрохирургические вмешательства в головной мозг. И другое дело, периферия травмы, травмы нерва, травмы костей, которые привели к травме нерва, может быть на уровне предплечья, костей предплечья, может быть на уровне локтя. Понимаете? Поэтому здесь вот единым мерилом это не измеришь. Но в плане движения и механизма восстановления они похожи. Что периферия, что центр. Понимаете? Поэтому здесь основное это ощущение, это эмоции, и это визуализация вот этого процесса. Визуализация. Но если у нас нету полноценного хвата, если у нас не держит рука или не отпускает рука, о какой мелкой моторике мы можем говорить? Да, это следующий этап, к которому нужно прийти. Но перепрыгнуть ступени восстановления не получится. А если получится, то это будет неправильно. Это вот эти вот прижимания парализованной рукой, вот так вот, продевания здоровой рукой и прочее. Смотрите, друзья мои, те, кто, слава богу, дошёл до мелкой моторики, до бусиков и прочего. Смотрите, вот очень часто я встречаюсь. У меня там, допустим, дочка говорит про маму. Мама после инсульта уже занимается мелкой моторикой. Представляете, мы ей там насверлили желудей, и она леску продевает в жёлуде. Как это, друзья мои, выглядит у мамы. Мама вот такими пальцами зажимает намертво жёлудь, берёт здоровую рукой лесочку, и замечательно туда продевает в дырочку лесочку. Все хлопают в ладоши. Ребят, положительные эмоции – это здорово. Но всё-таки нам надо, чтобы рука работала. Поэтому либо лесочка должна быть в поражённой руке, либо лесочка должна быть неподвижна, а жёлудь поражённой рукой должна деваться на лесочку. Ребят, при мелкой моторике работать должна поражённая конечность. суставы поражённой конечности. Она не должна быть штативом для какого-то предмета, в который вы здоровой рукой собираете. Понимаете? Не должно быть так. Работа вся идёт той рукой, которую мы хотим восстановить. Если не получается, не стесняйтесь сделать шаг назад. Это ускорит процесс, я вас уверяю. Поняли, что не работает рука на бусинках, на пуговицах, на крышках фасоли, желудях, гречке и прочем. Скрепках тоже ещё классная штука. Отшагните назад, поработайте всеми пальцами, поработайте с крупными предметами, покатайте мячик, сделайте себе бытовую тренировочную доску. У нас на канале есть видео, и как из чего делать, и как заниматься. И поработайте с более крупными предметами. Я вас уверяю, вы быстрее придёте к мелким предметам в этом случае, и качество ваших движений будет лучше. Вот, что я вам хотел, друзья мои, сказать по работе с предметами. На сегодня, я думаю, будем заканчивать. Есть вопросы? Пишите. Я стараюсь отвечать. Вот, друзья, если кому-то вдруг не ответил, и опять же, ребят, вот всем тем, кто мне там говорит, спасибо, Александр, за видео и прочее, ребят, не считайте меня некультурным. Всем огромное, пожалуйста, для вас, как говорится, работают. Но ответить за день на 200 спасибо, ну, сложно. У меня ещё физическая работа. Поэтому всем огромное, пожалуйста, работаю для вас. Ну, а если какие-то вопросы, а скажите, пожалуйста, если могу ответить, отвечаю, если просят напророчить, восстановится человек или нет, которого я ни в глаза не видел, ни историю болезни. Ребят, не отвечаю на такие вопросы. Не могу. Я не ясновидящий. Мне надо видеть пациента, мне надо знать его историю, мне надо в этом поковыряться, подумать. И тогда, возможно, я сделаю какие-то недалеко идущие прогнозы. Далеко прогнозировать в неврологии дело неблагодарное. Всё. На сегодня это всё. Увидимся в следующем видео. Всего доброго. И будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова